Видеогид, если дома не сидится, продолжает знакомить вас с самыми необычными вариантами туров выходного дня. Мы уже преодолели более 4,5 тысяч километров в поисках самых интересных мест Свердловской области, где можно провести уральские каникулы. Сегодня мы отправимся в большой тур и начнем с центра самоцветного Урала. Перед нами Реж, город, расположившийся на северо-востоке нашей области. Поселение зародилось 250 лет назад при строительстве железоделательного завода на одноименной реке. Краеведы говорят, что слово «Реж» финно-угорского происхождения и переводится как «обрывистая река» из-за большого количества скал, расположенных на ее берегах. С вершины одной из них мы и начинаем знакомство с богатствами Режевского края, о которых нам расскажет местный краевед. Мой проект – это самоцветный пояс Режевского района. Охватывает он 75 километров и самые яркие такие проявления самоцветного камня на его территории. Весь маршрут проходит по знаковым местам вблизи Режа, где не так давно добывали уральские самоцветы. Самыми яркими точками на маршруте являются выходы Змеевика на Орловой горе, которые являются наглядным пособием для начинающих геологов. Глинское месторождение яшмы, оно очень знаменито, оно хорошо изучено геологическими партиями. Глинское проявление яшмы считается одним из интереснейших на Урале. Прекрасный рисунок яшмы дает полет фантазии камнерезам. Еще одно интересное место, которое вы посетите – село Першино. Здесь, на берегу реки Реж, находится геоморфологический и ботанический памятник природы – Першинские скалы, где на склонах сохранились растения древних эпох. Ижемчужина является вот это замечательное месторождение самоцветов – Липовское, которое разрабатывалось крестьянами с 1682 года. Сейчас мы можем испытать удачу и найти какой-нибудь самоцвет в отвалах. Просто под ногами можно найти кусок турмалина, берегла, топаза, показать, как выглядит железная руда, мрамор. Самоцветы Урала просто у нас под ногами. Согласитесь, впечатления будут наиболее яркими и запоминающимися, если ваш проводник по-настоящему любит и ценит тот край, который представляет любопытному путнику. Я очень люблю родную землю, благодаря ее многогравности. Этот район может дать человеку максимально быстро и много за один день. Здесь россыпи самоцветов под ногами, здесь изумрудные озера, хорошие возделанные поля, ухоженные сельхоззоны. Бескрайне голубое небо, я люблю свой реш. Мы же тем временем продолжаем наше путешествие и движемся дальше. На пути трехсотлетнее село Астанино, где несколько лет назад зародился и продолжает развиваться исторический клуб. Исторический клуб – это место, где мы можем прикоснуться не только к истории с теоретической точки зрения, но здесь мы можем и прикоснуться к неким практическим вещам той или иной исторической эпохи. Мы берем как макеты, так и настоящие реплики оружия, амуниции, обмундирование, одежды и используем их с нашими экскурсантами, примеряем их и проводим здесь различные мероприятия, связанные с теми иными историческими событиями. Отработка ударов, обучение войсковому строю, а также различные игры и задания на выносливость – все это проходит на живописной поляне. Это место, можно сказать, наше родовое поместье, потому что здесь мой прадед, когда ему было 14 лет, он строил со своим отцом дом и закладывал это место, и мы больше ста лет здесь находимся. Это место, оно естественным, является местом для нашего старта. А еще можно побывать в настоящей юрте, выпить ароматный медовый сбитень и пройти мастер-класс по росписи пряников. Принять участие в этом увлекательном деле могут как дети, так и взрослые. А мы продолжаем изучать достопримечательности окрестностей Режа. Самое время отправиться в увлекательный воеждж по одноименной реке, которая славится бесподобными видами вековых лесов и красивейших скал. Путешествуем в компании местных любителей речных прогулок. Мы по меркам клубов достаточно молодой турклуб, но активно развиваемся. Основное, конечно же, у нас это занятие водным туризмом, это сплавы по реке Реж. Но другие виды туризма вообще не отрицаем. Пешие походы у нас есть, кололазание, спелеология. А также у нас детские турклубы, чтобы ребята тоже участвовали в туристических походах, чтобы знали, что есть туризм, не только интернет. И если вы хотите разнообразить свой отдых, то сплавиться по Режу нужно, не задумываясь. Здесь есть все. Экстрим, пороги, комфорт и невероятно красивая природа. А еще нам показали самые потаенные уголки окружающего леса. Как, например, эта пещера, пробираться в которую пришлось ползком. Но поверьте, оно того стоило. Та-дам! Не так все плохо. В отличие от других рек Свердловской области, Реж привлекает тысячи туристов уникальной возможностью познакомиться с нетронутой природой и увидеть диких животных. Так что смело планируйте свои выходные и отправляйтесь покорять реку Реж. Мы же тем временем продвигаемся все дальше на восток и прибываем в Большое Трифоново, село Артемовского округа. Здесь, на окраине деревни, уже несколько лет воплощается в жизнь грандиозный исторический проект. Проект стартовал в 2016 году. Задумывался как однонишевый, однодневный фестиваль по историческим эпохам. Мы доросли за эти шесть лет до Большого мультифестиваля, который вошел в топ лучших фестивалей Российской Федерации. В прошлом году руководителями проекта было принято решение, что мы достигли максимально пиковых показателей, и было принято решение строить парк. Парк – это множество локаций с историческими постройками, с историческими проектами, которые бы показывали развитие истории на протяжении последних десяти веков. То есть это те локации, в которых человек, приходя не как в музей, а с полностью погружением, то есть приезжают люди, мы показываем, как жили россияне, начиная с 11 века, как это все у них происходило, начиная от быта и военных каких-то действий. Еще немаловажную роль мы отводим для образовательного контента для детей. Ну, не секрет, что на сегодняшний день очень мало в учебниках истории рассказывается о событиях того или иного периода времени. Мы немножко эту грань расширяем. Мы берем конкретную какую-то дату, да, и ее на примере нашего парка с определенными условиями показываем. Приезжает группа, мы стараемся переедеть в эту форму, в одежду того периода, да, того времени, и они полностью погружаются в быт, ремесла или какие-то занятия по военному делу. Очень круто, что есть возможность погрузиться в эпоху, про которую ребята рассказывают. То есть есть возможность обличиться в одеянии. Попадаешь, как будто бы в кино, и ты главный герой. Отдохнуть от дороги и набраться сил можно здесь же, в деревушке Большое Трифоново. И на следующее утро продолжить путешествие дальше на восток. Прибываем в последнюю точку этого тура выходного дня – село Скородумское Ирбитского района. Здесь, в тени зауральских лесных чащоб, расположился огромный комплекс, где можно провести время с пользой для души и тела. Отправляемся гулять по лесной тропе в компании заслуженного лесовода России Геннадия Николаевича Батюрина. Мы в свое время организовали эту лесную просветительскую тропу. Тропа проходит по берегу пруда через сосново-еловый лес со всей характерной растительностью, свойственной природе такого типа леса. От мхов или шайников до ели и сосен. Здесь участники прогулки знакомятся с устройством уральского леса и его обитателями. Среди прочего у нас здесь и есть уникальная растительность, которая занесена в Красную Клигу Российской Федерации. Это венерины башмачки. После прогулки по тропе вам предложат отдохнуть у костра на оборудованной стоянке и испытать свою ловкость и пройти веревочную переправу. Также здесь есть питомник голубых елей, которые растут прямо в теплице. В 86-м году построили новую тепличку вот эту. За этот период было выращено тысячи штук елей обыкновенной зеленой высадкой в лесные массивы, то есть зарачивание вырубок. Одним словом, отличное место не только для отдыха, но и для знакомства с величественным уральским лесом и его обитателями. Уральским бытом и ремеслами. Еще здесь можно заняться бёрд-вотчингом, наблюдением за краснокнижными птицами и покататься на лодочке. А уже после отдохнувшими и впечатленными отправиться домой. По пути назад считаем средства, затраченные на новое путешествие. Передвигались втроем на автомобиле, весь путь составил 530 километров. Ночевали в Большом Трифоново, обедали и ужинали в кафе. Оплатили экскурсию по самоцветному поясу, экскурсию в клубе, трехчасовой сплав по реке Реш, познакомились с историческим проектом бесплатно и оплатили экскурсию. Итого 5 583 рубля с человека. Урал продолжает удивлять своими достопримечательностями. Не откладывайте свои уральские каникулы. Путешествуйте, восхищайтесь, узнавайте новое. Не сидите дома. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»